Действия Божьей благодати. В Деянии апостолов есть написано так. Варнава пришел в Антиохию. Это город или место, где ученики впервые начали называться христианами. И придя в этот город, дальше написано, он увидев благодать Божию, и возрадовался, и просил всех, или убеждал всех, держаться Господа искренним сердцем. И он что-то увидел, он что-то пережил здесь, в этом городе, общаясь с христианами, и он просил. И поэтому сегодня в этой проповеди я хочу первое, о чем просить всех христиан, себя и вас, это держаться Господа искренним сердцем. Держаться Господа искренним сердцем, чтобы не потерять благодать. Вообще все люди на земле, и все христиане, и не только христиане, они любят натуральных людей. Что это значит? Есть не только натуральные продукты, но есть натуральные люди. То есть естественные, или открытые, или искренние. Все без исключения, они любят, они тянутся, они просто ищут и желают такого человека иметь и с ним общаться. Очень трудно общаться с закрытым человеком, очень трудно находить общение, контакт с неискренным человеком. Это не только на уровне общения друг с другом, но это и относится по отношению к Богу. В этом суть нашего христианства. И Варнава, понимая этот момент, он просил всех и убеждал держаться Господа как искренним сердцем. Самообщение, оно меняет, совершенно приобретает другую ценность, если оно происходит на искренном, открытом уровне. Если мы полуоткрыты или полузакрыты, общение наше никогда не будет плодотворным. Бог желает, чтобы мы максимально были открыты друг для друга, и чтобы мы были искренними в служении Богу и людям. То есть, какие мы в церкви, такие мы и дома. Какие мы в церкви, такие мы и на людях. Служение Богу должно быть открытым и искренним. И если люди, например, они тянутся к таковым людям, они ищут натурального, естественного общения, то тем более Бог. Настолько вы искренны пред Богом, настолько Бог будет благословлять вас. И вы сможете не просто состояться как христиане, а вы можете преуспевать в служении Богу и людям. Бог любит и ценит в человеке искренность. Слава Богу за все это. Итак, Варнава написано, увидев благодать Божью, возрадовался и просил, и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Так начиналась церковь Христова. Так начиналось христианство. И хотя, может быть, с каким-то временем оно чуть-чуть поблекло, чуть-чуть подбелилось, но тем не менее, то, что я говорю, оно бесценно, потому что Бог поступает с искренним искренним. Невозможно обмануть Бога. Невозможно. Бог ценит в человеке искренность. Не всегда у нас все бывает гладко, не всегда у нас все получается, но всегда у нас есть возможность быть открытым для Бога и друг друга. Итак, с Божьей помощью я хочу ответить сегодня на три основных вопроса. что такое благодать, зачем она дана нам людям и как мы ее можем иметь. О благодати написано немало в Библии, в Священном Писании. И в собраниях это слово часто употребляется проповедниками и вообще не в беседах. Но иногда мы можем не знать, что такое благодать, а самое главное, зачем она послана или не послана нам, людям. Поэтому первое, на что я хотел бы ответить, это что такое благодать. На основании Библии мы знаем, что это незаслуженная милость, благое даяние или Божий дар. Незаслуженная милость, благое даяние, Божий дар. То есть все, что вы получаете в вашей реальной жизни бесплатно или то, что вы не заслужили или вы не заработали, это есть благодать. Послушайте, вы можете покушать, например, вы можете покушать за свой счет и вы можете покушать по благодати. Если вы даже имеете такую возможность или что-то получаете по благодати, тот, кто вас благословил, всегда ли он будет это делать или для всех? Безусловно, нет. И если, например, человек получает что-либо по благодати, значит, тот, который благоволит к тебе или к нам, он или любит вас, или просто благорасположен к вам, или, может быть, еще какие-то есть моменты, почему человек это делает. Поэтому Бог во Христе Иисусе явил к нам свою благодать. И на то у Бога были веские основания и причины. Благодать, еще раз повторяю, это незаслуженная милость. Мы получили от Бога то, что мы не заслужили. И это Божий дар, не отдел, чтобы никто не хвалился. Еще можно сказать, что благодать – это бесплатная Божья сила, которая позволяет нам делать то, что мы сами сделать не можем или не в состоянии. Слава Богу за благодать! Вы любите благие даяния? Вы любите получать по благодати? Я знаю, что любите. Но если вам приятно получать это от человека, тем более это намного приятнее – получать благодать от Бога. И Бог желает благодать свою являть нам людям. Итак, следующие мысли, вопрос, о котором мы поговорим – это для чего нам дана Божья благодать? Зачем или для чего? И первое, о чем я хочу сказать, это мы получили от Бога – это спасительная благодать для нашего спасения. Спасительная благодать для нашего спасения. В Библии об этом написано так, Ефесянам 2,8. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие нет вас Божий дар». То есть на основании этого стиха мы видим, что спасает человека кто или что. Кто или что? Божья благодать. А мы участвуем в этой благодати своей верою. Наша ответственность – верить, Божья ответственность – проявить к нам свою благодать. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие нет вас Божий дар». Вот почему важно нам молиться, чтобы иметь веру, потому что это наша ответственность пред Богом. Еще, если у вас есть Библия, вы можете открыть Титу. Это основное местописание, которое мы будем читать сегодня. Титу, 2 глава, и я буду читать из 11 стиха, вы можете читать вместе со мной. Титу, 2 глава, и 11 стих, и до конца. Я начинаю с 1 стиха. Здесь написано, «Ибо явилась благодать Божья спасительна для всех человеков». Ярче всего благодать Божья проявляется в вопросе спасения, или в спасении. «Ибо явилась благодать Божья, которая способна спасать, или является спасительной для всех человеков». Возникает вопрос, почему не все спасаются? Потому что не все принимают Божью благодать. Благодать Божья, она действует в сердцах наших, и когда Божья благодать прикасается к человеку, и сердце наше открывается, или начинает плавиться, мы должны быть готовы принять Божью благодать. Когда мы не принимаем, эта благодать посещает нас у жизнь все реже и реже. Мы не должны пренебрегать тем, что предлагает человеку не человек, но Бог. Бог самое лучшее, что Он имел, Он явил нам людям в лице Иисуса Христа. Поэтому мы благодарны Богу за эту благодать, мы искуплены через эту благодать и оправданы через Иисуса Христа, Который умер за грехи наши по Писанию, чтобы через Него мы получили прощение и милость от Бога. Здесь, можно сказать, Бог это сделал за нас. Человек самостоятельно не в состоянии был освободиться от греха, а тем более победить грех. Вот почему в мир пришел Христос, и мы получили то, что получили, это благословение или благодать в лице Иисуса Христа. Написано Ефесянам 1.7, в котором, то есть во Христе, мы имеем искупление крови Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Почему мы получили прощение? По богатству Его благодати. То есть, когда человек не в состоянии был избавиться от греха самостоятельно и примириться с Богом в мир, пришел Христос. Или другими словами написано, явилась Божья благодать, которая является спасительной для всех человеков. Обратите внимание, для всех человеков, что это значит? Это значит, что неправильно думать, что одни предопределены ко спасению, а другие нет. Одних Бог спасает или желает спасать, а других нет. Одни избраны ко спасению, а другие нет. Бог говорит и Библия, что благодать, спасающая благодать, она не спослана для всех человеков. Единственное, что выбор Бог оставил за человеком, принять эту благодать или же ее отвергнуть. В результате человек может принять это, примириться с Богом и жить совершенно другой жизнью в его присутствии и с его помощью. Или же наоборот, он не принимает этого и он лишен и Божьей милости, и Божьей поддержки. И так спасительная благодать. Я хочу сказать, чтобы если бы эта благодать не явилась, у человечества не было бы шансов на спасение. И сегодня Библия говорит, как вы приняли Христа, так и ходите в Нем. Как вы приняли Его по благодати, так и дальше живите. Живите этой благодатью. Вы знаете, что мы приходим к Иисусу Христу и если мы имеем нужду по Богу, Бог всегда готов послать нам свою помощь или свою благодать. Трудно тому человеку помочь, который в этом не нуждается. Вообще, служения в церквях были бы другими, если бы приходили люди жаждущие, желающие, ищущие и нуждающиеся. Но если, например, в основном собраны люди, которые готовы давать, то очень трудно, очень трудно, чтобы это служение по благодати, оно было эффективным. Бог желает восполнять наши нужды, поэтому Он не спасла нам свою благодать. Следующий момент, почему или зачем нам не спасла благодать. 12 стих читаем вместе. Написано, научающая нас, чтобы мы отвергнули нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. То есть, я назвал это научающая благодать для благочестивой жизни. Спасительная, потом какая? Научающаяся благодать. Чему эта благодать человека учит? Чтобы он научился отвергнуть скрытные и постыдные дела и научился жить благочестиво в нынешнем веке. То есть, благодать, она нас чему-то учит. И когда мы приходим при лице Божье, приходим в церковь, Бог через слово свое, через свою благодать, он пытается волю свою вложить в сердце наше, чему-то нас научить. Бог желает научить человека, что бесполезно сражаться с грехом своими усилиями. В результате будут только одни разочарования. Но с Божьей помощью или через Его благодать, посредством Его благодати, вы сможете не только оставить грех, но и победить его. Поэтому правильно тот поступает, который не может избавиться от какой-то привычки греховной, который призывает Бога на помощь. Говорит, Господи, если не Твоя благодать, если Ты мне не поможешь, я не в состоянии одолеть или избавиться от этого. И даже если завтра у вас не получилось, вы так точно же должны приглашать Божью благодать, чтобы получить помощь в той нужде, в которой вы нуждаетесь. Итак, научающая благодать, она учит нас, чтобы мы отвергли нечестие и что? Мирские похоти. Причем тут написано, чтобы мы правильно и благочестиво жили когда? В нынешнем веке. Очень интересно, что сегодня немало разговоров, когда люди говорят, что это было когда-то. Люди жили там лучше, или богобоязней были, или святее. Сейчас уже другое время. Или еще, что сейчас по-другому жить не получается или невозможно. Но вот эта научающая благодать, она учит, чтобы мы праведно и благочестиво жили сегодня, в современном мире или в нынешнем веке. Почему это важно для нас, христиан, так жить? Жить свято мы должны, потому что Отец наш небесный никакой, Он свят. В Библии написано, по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано, будьте святы, потому что Я свят. Еще один важный момент, почему мы должны так жить, потому что к этому призывает нас Библия. Библия говорит, старайтесь иметь мир со всеми святость, без которой никто не увидит Господа. И последний стих для вашего утверждения, написано 1 Коринфянам 6,2. Разве не знаете, что святые будут судить мир? Еще раз, разве не знаете вы, что святые будут судить мир? То есть мир будет судить не только Христос, но и святые вместе с Ним. Но быть на суде могут только те люди, которые будут святыми. Если мы поступаем несправедливо или нечестиво, мы не можем судить мир. Мы не будем иметь не только право, но даже основание. Это привилегия святого человека. Почему не святой он не сможет эту миссию выполнить? Потому что любой, который знает, что ты не являешься таким человеком, он может указать на нас и сказать, а как ты здесь оказался? Или еще хуже, а чем ты лучше меня? Но Библия говорит, что святые они будут судить мир. Послушайте, вы, все мы надеемся, что конечно мы к этому моменту будем готовы и достаточно святые. Но вы ответьте для себя, вы сегодня готовы уже? Вы уже готовы, мы уже готовы судить мир. Давайте даже не будем о мире говорить. Вот если у нас вся аудитория и я бы просто пригласил кто сегодня может дерзновенно выйти, чтобы остальных всех судить с Божьей помощью. Мы наверное предпочитали бы оставаться в зале, пусть кто-то идет другой. С одной стороны это смирение, но это не всегда так. Я сейчас говорю о готовности. О готовности. Разве не знаете, что святые будут судить мир? С одной стороны судить это предпочтительно, это почетно, с другой стороны это очень ответственно и должна быть определенная готовность. Это не сколько знания законов, сколько состояния нашего сердца. Разве вы не знаете, что святые будут судить мир? Итак, Божья благодать научающая, она учит нас, чтобы мы праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Слава Богу за эту благодать. Следующий момент это приготовляющая благодать для ревностного служения. Приготовляющая благодать для ревностного служения. Давайте дальше читаем с этой же главы. 13 стих я пропускаю, но здесь идет о блаженном уповании, когда святые будут судить мир. А 14 стих говорит так, который дал нам себя за нас, то есть Христос, чтобы избавить нас от всякого беззакония, ради этого пришел Христос мир и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Это Божья цель. Ради этого Бог не послал свою благодать, чтобы нас научить, чтобы нас спасти, чтобы нас преобразить или изменить, чтобы очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. То есть у Бога была цель, Бог не случайно каждого из нас спас, у Бога цель преобразить нас, приготовить и сделать нас народом особенным, отличительным от других. И чем этот народ будет отличаться от других? Он особо ревностный к добрым делам. То есть мы должны жить так, чтобы люди, которые общаются с нами, они были благословенны через нас. Именно так жил Христос. Мы должны на основании этого местописания должны быть ревностны к добрым делам. Именно этим христиане отличаются от людей этого мира. Чем они отличаются? Мир, он полон злых дел. А христиане каких дел? Добрых дел. А христиане добрых дел. Я хочу вам привести пример такой. Однажды Лига безопасности движения в одном городе, они решили сделать такой эксперимент. Поощрить тех водителей, которые в течение одного дня будут уступать вежливую дорогу другим. В результате, когда закончился трудовой день, награды уже стоился только один человек. Остальные, они не нарушали правил дорожного движения, к ним нельзя было прикопаться или штрафовать их, они делали все правильно, но они не были достаточно вежливы и добрые, чтобы уступить или послужить другому водителю или ближнему. Так точно что-то подобное наблюдается в христианстве. Вы знаете, что в мире есть достаточно добрых людей, но христиане отличаются от тех, которые не возрождены свыше тем, что они особо ревностные. к добрым делам. Особая ревность это только о ревности можно говорить много, а особая ревность это уже серьезно. Но именно это должно отличать христиан от всех остальных. Именно этот фактор он является основополагающим, чем отличаются одни от другие. Но вопрос в том, видят ли неверующие или люди не знающие Бога эти черты во мне и в нас. Особая ревность это состояние, когда я не проживу недели, чтобы не сделать что-то доброе кому-либо. Потому что ревность, которая во мне, которая в нас, она не дает мне покоя жить просто так, как остальные живут. Я хочу очень искренне сказать, что христиане это христианство это не то, что я не делаю. А в первую очередь то, что я делаю. Многие живут только одной мыслью, как бы не нарушить закон, но не живут с той мыслью, чтобы его исполнить. если ты не нарушаешь закон, ты делаешь хорошо, но Библия призывает нас исполнить все, что написано в этой книге, что написано в Библии. Поэтому я благодарю Бога за то, что Божья благодать она учит нас, чтобы мы были благословением для других, чтобы мы были добры. Аминь. Пожалуйста, послушайте еще один стих, 2 Коринфянам 2.8. Бог же силен обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Послушайте, какие здесь важные мысли. Мне этот стих нравится. Бог силен обогатить. То есть Бог в состоянии нам дать достаточно благодати, чтобы в результате мы были довольны и богаты на всякое доброе дело. Иногда и довольства не хватает, и добрых дел тоже. Но Бог силен нас обогатить. Бог готов нам эту благодать послать. И если мы будем заинтересованы в этом, то мы непременно эту благодать получим. Слава Богу за все это. И очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Пожалуйста, вы можете перечитать эти стихи дома. Но это цель Бога относительно каждого из вас. Народ особенный, отличительный от других. Чем отличается он особо ревностный к добрым делам? Четвертый момент. Зачем нам надо, зачем нам неспособна Божья благодать? Для выполнения божественного предназначения. видите, мера благодати для выполнения божественного предназначения. У каждого из нас есть цель определенная, а у Бога предназначение в нашей жизни. Поэтому в зависимости от вашего призвания, Бог определяет для каждого из нас меру благодати. Еще раз, зависимо от того, к чему я призван, Бог посылает меру благодати, чтобы я призвание свое выполнил. Послушайте, что об этом говорит Библия в Ефесянам 4.7. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Каждому же из нас дана благодать, но какой мерой? По мере дара Христова или по мере призвания. Другими словами, можно так сказать, если кому-то дано пять талантов, то и благодати больше. По мере дара Христова или призвания, или служения, Бог дает достаточно благодати, чтобы человек в состоянии это призвание выполнить. Важно только найти, важно войти в свое призвание, чтобы получить ту меру благодати, которую приготовил и предназначил для тебя сам Бог. Именно благодать Божья позволяет человеку или помогает человеку выполнить свое предназначение. Без Божьей благодати это выполнить очень трудно. Другими словами, если человек имеет благодать Божью, он в состоянии выполнит ту работу, которую без Бога он сам сделать не сможет. На основании этого стиха мы видим, что сам Бог определяет вот эту меру, но этой меры вполне достаточно, чтобы выполнить свою задачу и достигнуть поставленных перед нами целей. Вы помните, что в свое время апостол Павел, он имел благодать, он служил благодатью, и он нуждался в благодать. И вы помните, что был момент, когда он просил Бога о помощи. И во втором послании Корфянам 19.9 там написано есть так, «Но Господь сказал мне, но Господь сказал мне, довольна для тебя благодать моей, ибо сила Божия совершается в немощи». То есть Павел говорит, Господи, я хочу, я нуждаюсь, Господи, помоги и дай мне. А Бог ему говорит, довольна у тебя моей благодати, чтобы ты выполнил свое предназначение и преодолел все трудности, которые ты встречаешь на своем пути. То есть другими словами, Павел, все, в чем ты нуждаешься, я тебе уже дал. Мы иногда, когда встречаем подобные ситуации, нам кажется, что Бог что-то не дал, а если дал, то дал недостаточно много или сколько, чтобы я это преодолел. Но Бог, Он есть благой Бог, и Он рассчитал наши силы, и написано, никакое искушение не посылает сверхсил, поэтому прежде, чем мы встречаем искушение или испытание, Бог уже дает нам меру благодати, чтобы это искушение преодолеть. Только наша задача оставаться верным Богу и доверять Ему, чтобы эта помощь была неспослана и пришла к нам вовремя. Еще один важный момент, благодать приходит в ответ на наши усилия. то есть, если человек не нуждается в Божьей благодати, он ее не получит. Это наше решение, послушайте, мы решаем отвергнуть нечестие и мирские похоти, и когда мы принимаем решение в сердце, Божья благодать помогает эту работу осуществить или от этого избавиться. то есть, еще раз говорю, она приходит в ответ на наши усилия. Помните, я говорил вначале, что можно покушать в ресторане по благодати, но никто вас не будет кормить, если он вас не знает, если он к вам не имеет никакого отношения, а он это сделает в двух вариантах, или вы просто нищий человек, и ему становится вам жалко, и он желает вам помочь, или он вас любит. В основном два момента. Так вот, это наша ответственность, чтобы получить Божью благодать. Мы всегда должны сохранять нищету в своем духе и любить Бога так, чтобы всегда быть под Его благодатью. Здесь большинство присутствует родителей. Вы верите в то, что ваши дети многое получают по благодати. Не потому, что они этого заслужили, и не потому, что они достойны этого, но потому, что вы родители любите ваших детей. И детям это все нравится. Их это сто процентов устраивает. Но не всегда и не все они получают по благодати. По мере взросления ответственность в них растет. И это есть нормально для человека, и это есть нормально для христианина. благодать сама по себе не придет, если мы не делаем определенных шагов веры. Как я уже сказал, если мы в ней не нуждаемся. На основании Библии, смотрите, Иордан не раступился до тех пор, пока израильтяне не вошли в воду Иордана. то есть когда не сделали шаг веры, Иордан остановился. Ибо благодатью мы спасены через веру. Вера это то, это мы должны верить. А Божья благодать это тот, что не спасает человеку Бог. Итак, здесь мы видим четыре причины для не спасания Божьей благодати. Первая причина это для спасения. И если бы не Божья благодать, ни один человек во вселенной не был бы спасен. Я не знаю вам это много или мало, но это бесценный дар для человечества. И печально, если кто-нибудь не принимает или до сих пор не принял то, что предлагает человеку Бог. Это незаслуженная милость. Если вы любите просто получать какие-то материальные вещи по благодати, то то, что Бог посылает нам людям, это бесценно. И благословен тот, кто эту благодать принял. Следующее это благочестивая жизнь или научающая нас благодать. Еще есть написано то, чему она научила в том пребывайте. А чему благодать Божья учит? Она учит нас в первую очередь отделиться от мира и греха. В том пребывайте. Следующее это приготовить народ особенный, ревностный к добрым делам. И в зависимости от того, сколько благодать Божья потрудилась над нами, как мы даем место благодати в нашей жизни, такие мы и люди. Особенные или не очень особенные. каждому человеку иногда хочется как-то отличиться, выделиться хотя бы чуть-чуть. Может быть просто красиво одеться, мало ли что. Но вот где отличительна характеристика христианина, народ особенный, ревностный, к добрым делам. Пусть Бог нам поможет быть именно таковыми людьми. Дальше я сказал, что благодать нам не послана для выполнения своего предназначения. Ибо не мерою Бог дает нам благодать, но по мере нашей веры. По мере нашего призвания Бог дает нам свою благодать для выполнения и достижения определенных целей. Как мы можем Божью благодать иметь? Это моя последняя мысль. И я думаю, что это больше всего вас интересует. Как можно эту благодать Божью иметь? Ну, во-первых, я думаю, это нуждаясь и желая Божьей благодати. И второй момент, полагаясь и надеясь на Божью благодать. Сейчас послушайте, то, что мы нуждаемся в Боге, в Божьей благодати, это точно. И мы никогда не будем искать Бога, пока не, пока мы не поймем истинную нужду нашу в Боге, пока мы не поймем, настолько мы в Нем нуждаемся, мы в Нем нуждаться не будем. Но когда мы поймем, что мы действительно без Бога делать ничего не можем, наша нужда по Богу, она возрастет многократно. Итак, как мы можем благодать Божью иметь? Главная мысль моя сегодня, это второй момент, полагаясь и надеясь на Божью благодать. Мы больше как бы привыкли или знаем, что его надо просить, его надо искать, все это правильно. Но я хочу обратить внимание на этот аспект, насколько он важен для нас христиан. Смотрите, что написано в Библии, 1 Петра 1, 13. Посему возлюбленные, припоясав чресло ума вашего бодствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать явления Иисуса Христа. То есть здесь идет речь о уповании. Какое должно быть упование? Какое? Совершенное. Совершенное. Посему возлюбленные, и дальше смотрите, припоясав чресло ума вашего. Вы знаете, что когда в вашу жизнь приходит какая-то проблема, уповать бывает очень трудно, потому что включается разум. Разум начинает создавать напряжение, и вам хочется что-то предпринимать, делать, или хотя бы волноваться для начала. А упование совершенного что? Нет. Но Библия говорит, если благодать неспослана, то на нее надо уповать, положиться, то есть целиком и полностью или совершенно. Зачем надо на нее полагаться, чтобы ее получить? Пока человек рассчитывает на свои силы, он лишает себя Божьей помощи. Это удивительно звучит, но это правда. Нет необходимости помогать тому человеку, который сам все хорошо делает. на когда готов человек сдаться и сказать Господь, если не ты, то я не перейду, он вправе рассчитывать на своевременную помощь, на благовременную помощь, на Божье благословение, на Божью благодать. Посему возлюбленная припоясав чресло ума вашего, боджствуя, наблюдая за тем, что происходит в вашей жизни, в ваших мыслях, совершенно уповайте, наподаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Правда то, что когда вы покаялись, то вы ощутимо переживали Божью благодать, вы ее чувствовали, вы ее видели, ее действие, содействие Божьей благодати и помощь. Но проходит время и вам кажется, что Божья благодать вас оставила. Но послушайте, это не так. А почему это не так? Просто пришло время, чтобы вы осознанно научились преодолевать свои проблемы с Божьей помощью, с помощью ее благодати. Малые дети все получают по благодати, взрослые получают намного меньше. Почему? Потому что они сами уже должны научиться преодолевать какие-то сложности, принимать какие-то решения и выполнять какую-то работу. Поэтому, если вы чувствуете, что вроде бы вам кажется, что уже нет то, что было в начале, это нет, не потому, что Бог забыл о тебе, а это нет потому иногда, что Бог желает, чтобы ты чему-то научился через благодать и это практиковал в своей жизни. Вы согласны с тем, что если человек осознает свою нищету, он будет уповать на Бога? Вы согласны? Если человек просто даже физическую немощь ощущает, и он это понимает, он будет уповать и ожидать помощи от Бога. Поэтому если человек ищет Бога и его воли ищет, то он всегда может рассчитывать на подкрепление и помощь от Бога. Поэтому мой совет, никогда не полагайтесь на себя и на свои способности. Еще раз, никогда не полагайтесь на себя или свои способности, и наша Божья благодать, она будет бездействована для вас. В Библии написано Захарий 4,6 «Не воинством и не силою, но духом моим говорит Господь». Вот как достигаются победы. «Не воинством и не силою, но духом моим говорит Господь». Что это значит? Бог должен быть движущей силой всегда и во всем. Иначе это копание колодцев, в которых нет воды. Работы можно сделать много и ям накопать тоже, но если там не окажется воды, это будет бесполезная работа и бесполезное дело. Послушайте, сегодня можно сказать очень искренне, что без Божьей благодати мы не сможем достучаться до многих сердец. Мы желаем этого, но даже имея огромное и хорошее желание, без Божьей помощи, мы эту работу выполнить не сможем. Поэтому мой совет никогда не будьте самоуверенны, но там, где вы немощны, там, где вы бессильны, полагайтесь на Божью благодать. Ваше служение изменится, ваше служение расцветет, потому что в вашем служении будет содействовать вам сам Бог. Но не будьте самоуверенны, что это за состояние. Библия говорит так, 1 Коринфянам 10-12, посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Библия говорит, кто думает, что у него все нормально, то берегись, чтобы не упасть. Не будьте самоуверенны, отдайте ваши дела Богу и полагайтесь на Бога, надеясь на Него всем вашим сердцем. Бог, написано, он добрый и благ, но если он перестал как бы в вашей жизни действовать, это не потому, что Божья благодать истощилась, нет, а потому, что Бог желает, чтобы мы, как христиане, научились надеяться на Бога. И так как мы можем Божью благодать иметь, полагаясь и надеясь на Божью милость, на Божью благость и на Божью благодать. Послушайте, что говорит плач Еремии 3, 24-26. Я читаю эти стихи. Господь часть моя, говорит душа моя, и так буду надеяться на Него. Благо Господь к надеющимся на Него, к душе ищущей Его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. Благо тому человеку, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. Что я здесь нахожу для себя? Счастлив тот человек, который в своей жизни сделал правильный выбор. Какой правильный выбор? это Господь это Господь моя часть. То есть, я избираю Бога своим Господом и Спасителем. И благодаря этому избранию я имею основания полагаться на Бога. Рассчитывать на Бога, потому что Он часть моя, Он жизнь моя, Он спасение мое. Я не случайно ее пригласил в свою жизнь. И имея Бога, я имею основания рассчитывать на Бога. Дальше написано, что это значит надеяться на Бога. Надеяться на Бога это значит искать Бога и ожидать ответ или помощи в терпении. Тогда мы получаем милость и благоволение Бога. Послушайте, многие говорят так, что я надеюсь на Бога, но они не умеют, они не научились ждать. Библия говорит, что кто надеется на Бога, тот ответ ожидает как? В терпении. Еще раз, тот ответ ожидает в терпении. Почему Он ждет? Потому что Он просто понимает, что выбора у Него просто нет. Потерять эту надежду, потерять значит все. Другой помощи ожидать нет смысла, а потерять надежду то это значит, послушайте, не только не получить помощь, а лишить себя многих благословений и благ, разрушить себя внутри, потерять веру, потерять присутствие Божие и содействующую благодать в твоем служении и жизни. Поэтому то, что я сейчас говорю, это очень важно. Кто ищет Бога и умеет терпеливо ожидать ответа, те люди, надеясь на Бога, получают помощь от Бога. Смотрите, еще один стих, привожу Исаии 40, 31. А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. То есть силу кто и крепость получит только те люди, которые научились надеяться на Бога, кто терпеливо ожидает ответа от Бога в определенное время. Почему сегодня так много утомленных, утомленных христиан, утомленных в своем духе, почему так много усталых, люди не научились уповать на Господа, люди не научились ожидать от Господа, да они просят, и если ответ не приходит сейчас или в течение недели, они не просто больше не просят, они потеряют и веру и надежду возможность получения просимого. Они говорят так, Господи, или сейчас, или никогда, но Бог работает не по нашим планам и не по нашему расписанию. Поэтому я еще раз повторяю, Бог дает силу и крепость. Кто обновится в силе? Это те люди, которые научились ожидать ответа от Бога в терпении. Это стих, можно сказать, чаще всего он читаем в христианских служениях, а надеющиеся на Господа, они обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, пойдут в служение в труде и не утомятся и не устанут. И мы думаем, что это речь идет обо мне, это к нам относится. И я думаю, что уже сейчас, я уже начинаю обновляться или во всяком случае, после собрания я полностью обновлюсь. Но послушайте, как придет к нам обновление, когда в том, чем вы нуждаетесь, вы не только будете искать Бога, вы не только будете нуждаться в Боге, но вы будете готовы ожидать помощь от Бога в терпении, надеяться это, научиться ждать, надеяться это значит действовать по Его расписанию, надеяться это значит подчинить себя, подчинить себя Его воле, надеяться это значит рассчитывать на Бога. Проблема наша в том, что мы часто полагаясь на Бога, не получая желаемого, начинаем действовать сами. Всю ситуацию берем в свои руки, и от этого благодать Божия бездействует в нашей жизни. Или еще мы потеряли надежду, мы надломились в нашей вере, мы опустили руки, и вот эта категория утомленных христиан, она растет с каждым днем, но Библия говорит, утомляются и юноши, и молодые люди падают, а надеющиеся на Бога, кто рассчитывает на Бога. Те обновятся в силе, они поднимут крылья, они будут идти в служение без усталости. Все зависит, какое мое служение. Если я рассчитываю на себя, служение мое будет тяжелым, и я буду уставать и падать. Но если я располагаю на Бога, который не утомляется и не изнемогает, который дает утомленному силу и изнемогшему свою крепость, то мое служение будет расти, оно будет расцветать, а самое главное, что выполняя это служение, вы будете не уставать. Я не знаю причины вашей усталости сегодня, но я знаю, что есть Бог, который дает утомленному силу. Если вы нуждаетесь и желаете эту силу получить, вы должны положиться на Бога. Написано «Народ, надейтесь на Него во всякое время, Бог нам прибежище». И еще написано «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой». Вы знаете, что разум говорит нам? Разум начинает создавать давление, кричит, а Бог говорит «Совершенно уповайте на подаваемую благодать, разум свой припаящий, направьте свое мышление в правильное направление, начинайте бодзвать, потому что не спит и не дремлет хранящий Израиля. Есть благословляющий Бог. Аллилуйя, Иисус! Какое благословение, какая привилегия для христиан рассчитывать и уповать на Божью благодать. Слава Иисусу! Вы знаете, что часто люди говорят, и я это знаю, что когда-то благодать действовала сильнее. Я вам скажу некоторые причины, я это отношу к себе, когда, почему благодати было когда-то больше. первая причина, что была только одна Библия. Не было никаких других источников. И каждый христианин понимал, если он отсюда не почерпнет, ничего не услышит, он будет лишен духовного питания, а значит жизни. Поэтому человек относился к Библии по-другому, он читал эту книгу с трепетом и говорил, Господь, открой мне Твою волю и Твое слово. Просто говори ко мне, я нуждаюсь в Тебе. Я это говорю себе, я был один из них. Сейчас есть много информации и книг, вы можете читать, наслаждаться всем этим, но Бог в первую очередь говорит через Своё Слово. И если вы, например, научились из других книг, это дополняет ваше знание, но Бог говорит через Своё Слово животворным духом. Только когда Слово оживляет нас, мы способны оживлять и служить благословением для других. Вторая причина это были гонения, а третья основная причина, что люди в основном полагались на Божью благодать. И когда, например, я шёл в собрание, я понимал, что меня ждёт, я всегда ответственно готовился к служению, но не всегда я был готов. Но это не давало мне основания сидеть, сложа руки. Я приходил в церковь и молился, говорю, Господи, я пустой, во мне ничего нет. Я не знаю, я буду проповедовать сегодня или нет, но у меня нету Твоё Слова. И когда я не находил его дома, я слушал проповедника, и когда я послушал первое, второе и третье, у меня всегда уже было обычное Слово. И я третьим или четвёртым мог проповедовать по благодати, услышанное уже от Бога. Сейчас практически такой возможности нет, потому что я понимаю, если я не готов, то практически рассчитывать на что-то или на кого-то очень сложно. но послушайте, послушайте, было бы всё по-другому. Вот смотрите, мы так строим служение, мне говорят, я не против проповедов, скажите мне за неделю, это нормально, я это воспринимаю нормально. Но послушайте, есть совершенно другое служение, моя ответственность быть готовым, а пастырь знает и он определяет, когда меня пригласить, дать Слово или не дать. Но когда мне предложили, моя ответственность быть сто процентов готовым, потому что если мне год не предлагали, то это не значит, что я должен просто почивать на ларах и ждать, когда же мне предложат. Я ещё раз помню, моя ответственность быть готовым. В Библии написано, язык мой трос скорописца, благодать излилась из уст моих. Аллилуйя! И чтобы прочитать даже два стиха в начале собрания, надо Божья благодать, не так ли? Это главное, что надо, не просто стих найти, но просто читать, вчитаться в это Слово, чтобы получить этот стих и выйти и сказать краткое Слово, но чтобы там повеяла Божья благодать. Я ещё раз говорю то, что я знаю, я говорю с личного опыта. Я не знаю, насколько это понятно для вас, но я так желаю, чтобы все наши служения были зависимы от Божьей благодати. Я всегда чётко для себя понимаю, когда мы призываем Божье благословение, Бог всегда желает благословлять, но Он наблюдает, настолько мы рассчитываем на помощь Божью. И если мы сами устроим хорошо наше служение, то Он наблюдает за нами и ждёт, когда наши резервы закончатся. И когда мы сложим всё своё воличие, все свои способности у ног креста, и тогда Бог скажет, а теперь Я беру своё слово. И вы будете видеть и наблюдать, что буду делать в вашей жизни Я. Это относится не только к проповедованию, это относится к вашей обыденной жизни. Пока вы молитесь и начинаете действовать по разуму, сами разрешая свои проблемы или создавая свои себе тупики, Бог наблюдает за вами. Бог готов вам помочь, но Он хочет знать, насколько вы доверяете и надеетесь на Него. И если Он видит, что этой надежды нет, Он просто становится в сторону. Почему? Потому что Он обновляет силы кого? Тех, кто надеется на Него. Поэтому я думаю, что одна из основных причин, почему сегодня недостаточно благодати, потому что мало люди полагаются на подаваемую нам благодать, а наше упование должно быть не частичным, а каким? Совершенным и полным. Поэтому совершенно уповайте, совершенно, то есть без остатка, целиком и полностью на подаваемую вам благодать, и вы ее будете иметь, и она в вашей жизни умножится. Потому благодать со всеми вами. Аминь. Гринь.